В России в последние годы большое внимание уделялось развитию сельскохозяйственного машиностроения. Специальные программы, целевые субсидии и уменьшение процентных ставок по кредитам позволили увеличить производство техники в 2,5 раза. Сейчас тот же алгоритм будет использоваться в пищевом машиностроении. Об этом сегодня говорили на заседании Координационного совета по промышленности, который провел министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В работе совета принял участие и полпредпрезидент России в ПФО Михаил Бабич. Большой износ, а чаще даже аварийное состояние оборудования на пищевых и перерабатывающих предприятиях требует кардинальных шагов в этом направлении. Но 87% рынка – это импорт. Задача отечественных предприятий – в ближайшие 7 лет закрыть половину позиций. Пищевое машиностроение имеет огромный потенциал для развития. Это то, что потребляется, востребовано практически каждый день в любой отрасли. От оборонно-промышленного комплекса до школы детских садов. Государство готово поддержать машиностроителей субсидиями выплатой процентов по кредитам. Помогут и тем, кто готов работать на экспорт. Им возместят часть затрат по сертификации, патентованию и транспортировке. Поддержку получат не только производители техники, но и те, кто ее использует. 15% стоимости выплатит государство. Инициатива регионов в этом направлении будет поддержана правительством. Сами люди, которые на самом деле интеллектуально подготовлены, свои идеи превращают в разработки, разработки в реальном секторе экономики работают. Поэтому мы приняли решение, с учетом принятых решений правительством Российской Федерации, мы без торгов на сегодняшний день предоставляем земельные участки под прорывные проекты. В республике Чувашия мы посетили несколько предприятий, которые произвели на меня очень сильное впечатление. Меня приятно удивила и поразила культура производства, очень сильное взаимодействие науки и промышленного производства. И при посещении данных предприятий я увидел возможные пути сотрудничества нашего региона с предприятиями Чувашской республики. Для оказания консультационной помощи и предоставления займов по аналогии с федеральной структурой сегодня создаются региональные фонды развития промышленности. По Волжье в этом направлении лидер из 15 фондов, треть в нашем округе. Я хочу сказать, что у нас появился чемпион из регионов с учетом той тенденции, которая сформировалась в прошлом году по созданию региональных фондов. У нас до этого был Санкт-Петербург с общим объемом в миллиард. Чуваша приняла буквально несколько дней решение назад. Полтора миллиарда рублей фонд развития промышленности. Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Республика.